Ну, конец 80-х, перестройка набрала силу, стали говорить... А потом я увидел Сахарова, я увидел того же Михаила Сергеевича Горбачёва, я увидел Ельцина Бориса Я увидел, когда выступает Сахаров, и как топают ногами это стадо, послушное, молчаливое большинство... Агрессивно-послушное, а фанативно-зовое. Да-да-да, и как нас, всего единицы, на эти 110-100 человек депутатов Съезда народных депутатов... Стадо, как сказали. Да-да-да. И как они свистят, топают, стоит беззащитный человек и пытается что-то сказать искренне, они ему не дают говорить, и Михаил Сергеевич, ну ах, садитесь, все, он усе, а тот вышел, он выстрадал всей своей жизнью эту конституцию, усе, садись, садись. Ну, все становится ясно. Сахаров производил на вас впечатление? Несомненно, да. Да. Ну, я его лично, я с ним никогда не сталкиваюсь. Многое открылось для вас, вот когда хлынул этот поток информации огромный? Нет, вы знаете что, я все это фактически знал, но мне было до фени, как говорят мои... Как интересно. ...заключенные. Но когда это стало печататься и когда это стало разрешенным, как-то вот всех нас взволновало, потому что, понимаете, тот строй, советский строй, он же ведь, ну что, мы же не в строе жили, мы жили в жизни. Конечно. Мы любили женщин, мы рожали детей, мы старались сыграть хорошо роли, иногда это у нас получалось. Мы были народным любимцем. Народным любимцем, снимались в кино, возьмут, не возьмут, не взяли, огорчали, взяли счастье. Также сели хлеб там, как вот Бродский говорит, покрывал черные то ли гумны, не пили только сухую воду. Мы занимались жизнью. И для нас вся ложь, окружающая нас, это было как воздух, которым мы дышим, у вас в Киеве, у нас в Санкт-Петербурге.